Пабло Эскобарь Пабло Эмилио Эскобарь Колумбийский наркобарон и политический деятель. Эскобара прозвали королем кокаина, поскольку он был лидером медельинского картеля, контролировавшего в концу 1980 года 80% от мирового рынка кокаина. По сей день Эскобар является одним из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории. По некоторым оценкам денежное состояние Эскобара составляло около 30 миллиардов долларов США. Хотя кто знает точные цифры. Скорее всего они не были известны даже самому Пабло Эскобару. В 70-х годах в Южной Америке начинается рассвет наркотических империй. Вся Колумбия была поделена на несколько регионов, в каждом из которых свой преступный бизнес вел определенный картель. В 1973 году в городе Медельин свою карьеру наркоторговца начинает Пабло Эскобар Гаверия, который впоследствии станет самым влиятельным преступником во всем мире во второй половине 20 века. Летом 1977 года он с тремя своими партнерами создает Медельинский картель, который через два года будет владеть более чем 80% кокаиновой индустрии США. Эскобару к этому времени едва исполнится 30 лет, но он уже будет являться одним из самых богатых и влиятельных людей всего мира. Эскобар превратился в миф еще при жизни. Колумбийская земля, изрытая могилами и наркоденьгами, полнилась слухами о его жестокости или наоборот героизме. Но Эль Патрон, как назвали Пабло, все равно оставался человеком. Серебро или свинец – главный принцип Пабло Эскобара, с помощью которого ему удалось сколотить свою кокаиновую империю. Влиятельные враги боялись и презирали Эскобара, а обычные жители Медельина были от него в восторге, так как пред ними он имел образ Робина Гуда. В правительстве и силовых структурах с ним либо боролись, либо обогащались на его щедрых взятках. Понятное дело, что бороться с ним было для многих глупой и губительной затеей. В Колумбии все так или иначе не были равнодушны к персоне Эль Патрона, кроме тех, кто уже был убит. Пабло Эскобар заработал такое количество денег нелегальным способом, что за ним начали охотиться спецслужбы со всего мира. Перед крупным наркоторговцем встал вопрос о грамотном отмыве денег, чтобы хоть как-то прикрыть свои махинации. Чтобы легализовать собственный бизнес и увеличить популярность своей персоны по всей стране, Эскобар начинает политическую карьеру. В 1982 году он попадает в Конгресс Колумбии и начинает всерьез задумываться о должности президента страны. Но его планы были разрушены министром юстиции Родриго Лара Банилья, который развернул целую кампанию против Эскобара. В итоге в январе 1984 года усилиями Лара Банилья и Эль Патрон был исключен из Конгресса, забыв навсегда о карьере политика. А Банилья в свою очередь был исключен из жизни, головорезами Эскобара двигаясь в своем роскошном лимузине, который был подвергнут обстрелу. Можно долго рассказывать о жизни и деятельности Павла Эскобара, ведь это невероятно интересно. Но за меня уже давно это сделали ребята из Netflix, сняв о нем гениальный сериал «Наркос». Поэтому я расскажу вам о той стороне Павла, о которой в сериале умолчали. Разумеется, речь идет о страсти Эскобара к футболу. Точно так же, как почти любая история о человеке, добившемся невероятного успеха, история Павла начинается с того, что он был маленьким мальчиком из нищей семьи. Одной из немногих радостей в жизни маленького Паблита был футбол. И превратившись в крупнейшего наркоторговца на планете, Эскобар не растерял любви к самой популярной игре с мячом. Эскобар любил играть в футбол, смотреть футбол и разговаривать о футболе. Но кроме того, именно он был теневой фигурой, которая стояла за невероятным взлетом Колумбии в период между серединой 80-х и чемпионатом мира 1994 года в США. Пабл всегда любил футбол, говорила его сестра Луз Марья. Его первой обувью были футбольные бутсы. В бутсах он и умер. На своем ранче он нередко устраивал товарищеские матчи. Часто это были дружеские зарубки 5 на 5 со своими головорезами. Эскобар всегда был увлеченным футболистом. Его любимым местом на поле был левый фланг атаки, откуда он проникал в штрафную соперника. Пабло не был спортсменом, но нередко играл против профессиональных футболистов. Эскобар относился к ним с особым трепетом. Он невероятно ценил местных футболистов. На этих футбольных полях в трущобах Эскобар завел множество знакомств с ребятами, которые потом стали профессиональными игроками. Бывший игрок сборной Колумбии Луис Рерро вспоминает. В трущобах у нас были настоящие турниры. Весь район забывал о своих проблемах, приходя на поле. Я был очень беден, но играя в футбол мы все были равны. Сооружая образ народного героя, Эскобар открывал больницы, школы, возводил целые районы, заполняя их домами для бедной части населения. На кровавые кокаиновые деньги строились и футбольные поля, которые Эскобар торжественно открывал, наверняка чувствуя себя кем-то вроде мэра города. А молодые ребята, некоторые из которых стали будущими звездами колумбийской сборной, оттачивали на них свои навыки. Шли разговоры о том, кто дал деньги на поле. Его критиковали за то, что он торгует наркотиками, но мы просто чувствовали себя везучими. Ведь нам было где играть. Вспоминает бывший игрок сборной Леонель Альварес. На его счету 101 матч в составе национальной команды. Освоив маршрут до Флориды, Эскобар буквально запорошил Америку кокаином. Наркоторговля приносила почти 220 миллионов долларов в неделю. Наличных было так много, что их попросту зарывали в землю, тратили на абсурдно дорогие машины, в виллы, творили бесчинство на вечеринках, а иногда и вовсе сжигали. Естественно, дело дошло и до шефства над футбольными клубами. Деньги нужно было отмывать, а трансферы игроков – один из лучших способов легализовать кровавый кэш. Роберто Эскобар, брат Пабло по прозвищу Бугалтер, занялся этим вплотную. Покупка футбольного клуба означала, что у Пабло появился идеальный вариант для отмывания денег. Достаточно указать в официальных документах огромные зарплаты и завысить стоимость игроков, и наркотические деньги сразу же выглядели как вложения в колумбийский спорт. Когда он начинал строить свою империю, местный клуб из Медельина, Атлетика Националь, лишь дважды в своей истории выигрывал чемпионат страны. Эскобар решил сделать из него лучшую команду Южной Америки. Именно в этот момент в жизни наркобарона появляется новое увлечение – футбольный клуб Атлетика Националь. И все это при том, что Пабло с детства симпатизировал местному индепедиенту, по крайней мере так утверждал его сын и несколько партнеров по бизнесу. Еще одним немаловажным фактом, повлиявшим на интерес к футболу Эскобара, стала покупка других национальных клубов его коллегами по кокаиновому бизнесу. Сообщик Эскобара Хосе Гача уже давно спонсировал столичный миллионариос, а главный конкурент Эль Патрона Гильберто Арахуэлло вовсю вкладывал свои деньги в команду Америка Декали. Между медельинским и калийским картелями давно существовала конкуренция за долю на рынке, и это соперничество плавно перекочевало в футбол. Свою силу и власть Эскобар решил показать через свой любимый вид спорта, и теперь для колумбийского наркобарона существовала лишь одна цель – медельин должен был доминировать над калий любой ценой. Наркобароны нередко устраивали закрытые матчи, на которые не мог попасть обычный зритель. Там команды менялись игроками, вратари становились нападающими, а матч длился столько, сколько хотят хозяева. Футболистам щедро платили за такие игры, но довольны были не все. Например, однофамилец Пабло Андреас Эскобар говорил, что ему некомфортно развлекать наркоторговцев, зная, откуда берется эта щедрая плата. Но все же большинство игроков радовались этому и не особо задумывались, откуда берутся эти деньги. Когда общественность узнала, кто стал новым владельцем медельинского клуба, именитые футболисты начали наотрез отказываться от переезда в Колумбию. Эскобар был готов платить огромные деньги лучшим игрокам со всего мира ради того, чтобы они выступали за Атлетика Националь. Но дурная репутация колумбийца и страх за свою жизнь перевешивали желание футболистов играть за Атлетика и получать огромные деньги. Тогда руководством Националья было принято решение взять другой курс своего развития. К команду начали привлекаться молодые и талантливые футболисты со всей страны. Им не нужно было платить больших денег, а желание играть у них было хоть отбавляй. В середине 80-х годов Атлетика пополнили нападающий Лионель Альварес, вратарь Рене Гита и защитник Луис Перея. Все они впоследствии станут легендами колумбийского футбола, но на тот момент их имена еще никто не знал. В качестве главного тренера был приглашен 38-летний Франсиско Матурана, который практически не имел опыта. Этот человек в 1993 году будет признан тренером года в Южной Америке, а в 2001 году с Национальной сборной Колумбии выиграет первый континентальный трофей в их истории. Но естественно в 1987 году об этом еще никто не подозревал. Благодаря влиянию Эскобара команда из Колумбии сможет завоевать первый кубок Либертадорос. До середины 80-х годов лишь одной колумбийской команде удалось добраться до финала главного южноамериканского турнира. Это был Депортиво из города Кали, который в 1978 году уступил в финале аргентинскому Бока Хуниорс. С 1985 по 1987 год в финал главного футбольного кубка континента попадала Америка из Кали, но все три раза она умудрялась уступить, причем один раз в серии пенальти. Несмотря на неудачи этого клуба, на последней стадии факт того, что Америка попадала в финал три раза подряд, говорил о том, что Кали явно доминировала над Медельином в футболе. Но в 1988 году начался рассвет на Сионале. Под руководством нового тренера команда смогла занять второе место в чемпионате Колумбии, лишь под дополнительным показателем уступив чемпионство Миллионариусу. Однако данная строчка в турнирной таблице все равно позволяла клубу из Медельина принять участие в Кубке Либертадорес на будущий год. Успех Зеленых можно было бы списать на талант молодых футболистов, которые играли под руководством амбициозного и перспективного тренера, если бы весь континент не знал, кто был владельцем команды. Начиналось все без особых подозрений о каком-либо вмешательстве. Националь без скандалов преодолел стадию группового этапа, выйдя в плей-офф со второго места. Первую строчку Зеленые уступили столичному Миллионариусу. А ниже расположились Эквадорские, Депортиво и Эмилек. Причем интересно то, что в первых четырех матчах Атлетика не одержал ни одной победы, три раза сыграв в ничью. Лишь в заключительных двух домашних матчах подобечные Матурана смогли одержать две важные победы. В одной восьмой Меделинцы не без труда прошли аргентинский рассинг, уступив 1-2 на выезде, но победив 2-0 у себя дома. И вот в четвертьфинале турнира начались первые разговоры, что наркобарон активно влияет на матчи. На пути у Национали оказался Миллионариус из Богаты, который отнял национальный трофей у Меделинцев в прошлом сезоне. А в этом занял первое место в группе, не проиграв ни единого матча. Но к удивлению многих, в первом матче в Меделине хозяева смогли выиграть 1-0. В столице Атлетика удалось выстрадать ничью 1-1, которая позволяла выйти в полуфинал. Футболисты Миллионариуса были страшно недовольны судейством второго матча и открыто заявляли о том, что Националь купил эту победу. В полуфинале на пути у медельинцев стоял уругвайский клуб «Донубио», который особых успехов до этого не имел, но мог стать проблемой для колумбийцев. Встреча в Уругвай закончилась со счетом 0-0, что было с одной стороны удобно для Национали, но с другой все равно оставляло неуверенность в нужном результате. Нужны были гарантии, ведь на кону финал. Игру в Медельине должен был обслуживать со своими помощниками, арбитр Карлос Испасита. Вот так вспоминает вечер перед матчем этот судья. Мы вместе с помощниками Абелем Ньеко и Хуаном Бавой поужинали и пошли спать. Перед сном я решил заказать воды, так как нас предупредили, что пить из крана нежелательно. Но вместо девушки, которая должна была принести мне бутылку воды, к нам в номер ворвались 4 человека с оружием. Перед нами поставили сумку с 200 тысячами долларов и сказали, что это подарок для нас, если атлетика завтра победит. Они приставили пистолет голове Ньеко, а голова Бавы была лишь в нескольких сантиметрах от дула. Это была огромная воля, но мы отказались, сказав, что собираемся выполнить свою работу честно. Они ответили, хорошо, но лучше, чтобы победил атлетика. Ваша жизнь здесь ничего не стоит. Они разгромили всю комнату, и мы остались даже без телефона. Мы так и не смогли заснуть. За полгода до этого случая я бросил курить, но в ту ночь я снова закурил. Несмотря на то, что аргентинские судьи отказались от подслуживания колумбийской команде, игра между атлетикой и Данубио проходила по очень странному сценарию. Очевидцы вспоминают, что уругвайцы буквально боялись играть, давая медельинским футболистам полную свободу действий на поле. В итоге Националь одержал победу со счетом 6-0, что само по себе наводит на мысли о нечестности того матча. Но до сих пор никаких признаний о той игре так и не появилось. Стадион был заполнен под завязку, и Эскобар был там на трибуне, переодетый среди людей. Мы его не видели, но мы знали, что он там. Нам это сказал сам начальник полиции, который нас охранял, а через 10 дней его самого изрешатили пулинг. Если хотите, то скажу, что нам повезло с крупной победой атлетика. Не спрашивайте, как им это удалось. Но и успех хозяев не давал никаких гарантий. Еще до матча начальник полиции нам сказал, что у нас не получится покинуть поле из-за празднования. И он оказался прав. Той ночью 11 человек погибло во время празднования. На улицах ходили существа под наркотиками. Меделин – ужасный город, вспоминал Карлос и Спаситой через 20 лет после этого матча. В финале Кубка Либертадора с Националью предстояло встретиться с Парагвайской Олимпией, у которой уже был один завоеванный кубок. Еще перед первым матчем финала Кубка Либертадорос люди Эскобара запугивали аргентинского арбитра Хуана Карлоса Луста, указав на то, что они знают, где он живет, в каких местах чаще всего бывает и даже где учатся и живут его дети. Добавлял сложности еще и тот факт, что второй матч финала проходил не в Меделине, а в Боготе. Это было связано с тем, что в городе была напряженная обстановка из-за важности того матча. Но официальная версия – недостаток сидячих мест на домашнем стадионе Националя. Необходимо было минимум 50 тысяч мест. Атлетика чудом отыгрался, и дело дошло до серии пенальти. Футболистам обеих команд пришлось бить по 9 ударов, но сильнее оказались Медельинцы 5-4. Героем того матча стал вратарь Рене Игита, который отразил в серии пенальти 4 удара и сам реализовал свой пенальти. Атлетика стал первой командой из Колумбии, выигравшей Кубок Либертадорос, чего так сильно хотел Пабло Эскобар. Если вы думаете, что оба арбитра, которых пытались подкупить люди Эскобара, просто преувеличивает ситуацию, и сомневаетесь в том, насколько далеко Пабло мог зайти, то вот вам один случай. Любимой командой Эль Патрона, как я уже упоминал ранее, был Медельинский Индепедиент, который играл матч очередного тура местного чемпионата против Америки Искали. Колейцы выигрывали со счетом 3-2, но в конце встречи любимцам Эскобару удалось сравнять счет. Но лайнсмен той игры, Альваро Артега, принимает спорное решение и не засчитывает гол. В итоге Индепедиенте проиграл тот матч. Вечером после того матча Артега был расстрелян из проезжавшего мимо грузовика на глазах у своего коллеги. Как потом признавался Джон Хайро Веласкес, близкий друг Эскобара, именно Пабло в тот день заказал убийство судей, посчитав его решение в матче настоящим оскорблением в его сторону. В 90-х годах Эль Патрону должно было стать не до футбола, потому что власти объявили ему войну. Его персону вновь начинают преследовать спецслужбы. В связи с этим дела Меделинского картеля шли все хуже и хуже. Но страсть Эскобара к футболу не остывала. В то время власти Колумбии заключили договор с американским правительством о том, что в случае поимки наркобаронов они непременно будут экстрадированы в США. Будучи яростным противником закона об экстрадиции сулящего наркобарона в американские нары, Эскобар сдался властям с одним лишь условием, что он построит собственную тюрьму. На что последние с удовольствием согласились, полагаю, что хотя бы таким образом они смогут усмирить неугомонного Эскобара. Тюрьма называлась Ла Катедраль. Разумеется, в генплан входила огромная площадь с личным футбольным полем. А сама тюрьма напоминала скорее роскошный отель, в котором было все для безмятежной жизни, начиная от бассейна, заканчивая наркотиками и последними моделями любой техники. А самое интересное, что ни один сотрудник полиции и остальных спецслужб не имел права приближаться к тюрьме на расстоянии трех километров. Охраняли новые покои Эскобара и его же головорезы. Эскобар продолжил играть в футбол, сидя в тюрьме и также приглашал профессиональных и именитых футболистов поиграть и повеселиться вместе с ним. Одним из таких людей в 91-м году стал и легендарный Диего Марадонна. Меня привели в тюрьму и окружили охранниками. Я сказал, какого черта? Я что, арестован? Это место было похоже на роскошный отель. Меня привели к Эскобару. Я не читал газеты и не смотрел телевизор, поэтому понятия не имел, кто он такой. Эскобар сказал, что любит мой стиль игры и симпатизирует мне, потому что я так же, как и он, вырос в нищете, но добился успеха. Потом мы поиграли в футбол, а вечером была вечеринка с лучшими девочками в моей жизни. И все это в тюрьме. С утра мне заплатили, и я уехал домой. Эскобар не переставал убивать и в тюрьме. Провинившихся привозили в лакатедраль и пытали там, просверливая колени и вырывая ногти. Через год правительство решило прекратить преступление и перевезти Эскобара в обычную тюрьму. Но он сбежал. После этого Пабло потерял всякое влияние в стране. Союзники покидали его, боясь преследования ФБР. Картель распадался. Колумбийское правительство захватило жену и детей наркобарона. Даже в это время Эскобар не переставал смотреть футбол. Один из головорезов Эскобара с кликухой пучеглаза вспоминает, как они прятались в какой-то канаве, скрываясь от колумбийских солдат. И Эскобар слушал матч сборной по радио. Пабло повернулся ко мне и закричал. Я думал, что нас поймали и уже начал доставать свой М16. Но оказалось, что он просто радовался забитому голу. Футбол был его единственной радостью в это время. Однако чемпионат мира в США и свою сборную Колумбии на этом чемпионате Пабло Эскобар так и не увидел. 2 декабря 1993 года Пабло разговаривал по телефону со своим сыном. Его выследили и застрелили на крыше дома в Медельине. На нем были футбольные бусы. Фото трупа наркобарона облетела весь мир. А следующим летом на чемпионате мира 1994 в матче против американцев гол в свои ворота забил тот самый однофамилец Пабло Андреас Эскобар. Личность Эскобара навсегда останется в истории и будет окутана еще множеством тайн и противоречий, не все из которых удастся разгадать. Но наследие именно этого человека продолжает существовать в колумбийском футболе и в частности в Атлетико Национале. Многие футболисты, игравшие в том клубе, стали настоящими легендами футбола. По сей день команда старается делать акцент на собственных молодых воспитанников, а не покупать дорогостоящих легионеров. В 2016 году Атлетико Националь во второй раз выигрывает кубок Либертадорос, обыграв в финале эквадорские Индепиденты Дель Валье. Это будет второй континентальный титул в истории клуба и третий в истории всего колумбийского футбола. За это команда получит прозвище Королей Кубков как обладатель наибольшего числа завоеванных титулов на международном уровне. К Эскобару можно относиться по-разному. Можно восхищаться, а можно презирать. Но история очень любит таких личностей и про них очень интересно узнавать и рассказывать. Я хотел бы рассказать вам о нем больше. Ну, например, как он сжег в своем камине 2 миллиона долларов, чтобы его дочери не было холодно и другие разные интересные байки. Но посмотрите лучший сериал, о котором я говорил в начале. Он действительно стоит того. Ну а сейчас всем спасибо, ребят, за то, что досмотрели этот ролик до конца. Если не сложно, ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Пишите в комментарии интересные истории об Эскобаре, если я их не упомянул и они вам известны. Мне тоже будет интересно почитать. Пишите также о ком бы вы хотели увидеть историю и я обязательно постараюсь это сделать. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok